Добрый вечер. Я вначале остановлюсь на том, как развивается система дошкольного образования. Вот здесь уже много говорилось о демографии, и нам приятно, что в последние годы количество рожденных детей заметно увеличилось. И это привело к тому, что у нас не стало хватать мест детских дошкольных образовательных учреждений. И надо сказать, что два года назад правительство области, понимая эту проблему, приняло решение, после нескольких консультаций с главами районов, с другими заинтересованными лицами, приняло решение выделить 500 миллионов рублей для того, чтобы создать дополнительные места в районах. И уже можно подвести итоги. На сегодня мы сдали на эти деньги более 3000 дополнительных мест. В связи с этим, хотел бы еще обратить ваше внимание, что теперь и правительство Российской Федерации, учитывая необходимость строительства детских дошкольных учреждений, приняло решение до 2016 года ликвидировать очередность для детей от 3 до 7 лет, в возрасте от 3 до 7 лет. И с этой целью разработана программа трехлетняя, выделенная в 2013 году дополнительно 50 миллиардов рублей. Из них область получила 582 миллиона. В связи с этим, мы видим, что в Белохолунинском районе сегодня есть очень серьезные сдвиги. В частности, администрация поддержала усилия правительства совместно. Были отремонтированы и сданы несколько дошкольных образовательных учреждений. Это привело к тому, что сегодня в районе ликвидирована очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет. Единственное, что сегодня беспокоит, это, конечно, проблема с детскими дошкольными учреждениями в селе. Поэтому совсем недавно правительство области приняло решение. Сегодня уже подписаны все необходимые документы. В ближайшее время мы заключим соглашение с Министерством образования Российской Федерации. И для двух поселений ваших, это Клинковки и Потрещихи, будут выделены по 4 миллиона рублей на строительство детских дошкольных учреждений по 40 мест каждые. Я только бы просил, Владимир Владимирович, вас серьезно подойти к разработке документации. Хотя я знаю, что эта работа сейчас уже начата. Дело в том, что мы понимаем, что деньги появятся где-то, может быть, в августе-сентябре. Освоить их нам в этом году в полном объеме не удастся. Но если мы не изготовим документацию, не проведем соответствующие процедуры по торгам, и даже если мы, может быть, не начнем строительство, то нам будет очень сложно отстать эти деньги, поскольку деньги по концу года будут все равно возвращены в федеральный бюджет. Для того, чтобы у нас было основание эти деньги вернуть обратно, то мы должны четко понимать, что эти деньги будут уже, так сказать, ну, понятно, куда они пойдут, будут проведены соответствующие процедуры. Поэтому здесь понимание должно быть у нас очень четким. Нам приятно, что район выполняет сегодня соглашение по повышению заработной платы педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений. Вот на сегодня средняя заработная плата педагогических работников превысила 11 тысяч рублей при плане в 10 с половиной тысяч. То есть здесь район идет даже с некоторым опережением. Таким образом, вот система дошкольного образования имеет сегодня все шансы развиваться, удовлетворяя потребности населения. То же самое я могу сказать сегодня и об общем образовании. Район сохранил сегодня сеть общих образовательных учреждений. Правда, есть один момент. Вот я в свое время, в начале 90-х годов, участвовал в открытии школы в селе Прокопье. А на сегодняшний день ясно, что там детей уже не остается. И со следующего учебного года школа закроется. Это великолепное типовое здание. Но вот мы его вынуждены сегодня оставить. В среднем педагогические коллективы, я так бы сказал, не даваясь в частности и подробности, сегодня справляются с поставленными задачами. Но перед нами стоит очень важная задача, заключающаяся в том, что школа переходит на новые образовательные стандарты. И эти стандарты предусматривают коренное изменение условий обучения детей, прежде всего бытовые условия. Мы должны решить проблемы канализации, отопления, освещения. И это мы должны сделать в ближайшее время. Поэтому беспокоит ситуация, когда две школы, села Выданово и Всехсвятское требуют серьезного капитального ремонта. Вот здесь, наверное, надо и администрации района определиться, как это, и мы готовы сотрудничать вместе с вами. В то же время область активно сегодня сотрудничает со многими муниципальными образованиями, в том числе и с вашим, в капитальном ремонте общеразвательных учреждений. В соответствии с программой развития образования, которая принята до 2015 года, в прошлом году и в этом году идет ремонт школы имени Валерия Ивановича Десяткова. В прошлом году областной бюджет выделил около 5 миллионов рублей, в этом году 2,5 миллиона рублей. И мы надеемся, что здесь эта проблема будет решена.